В Екатеринбурге оперативники управления полиции по контролю за оборотом наркотиков в содействии с волонтерами фонда «Город без наркотиков» пресекли деятельность подпольного интернет-магазина, маскировавшегося в мессенджере «Телеграм» под марку итальянской обуви «Балдинини Брент», по факту занимавшегося сбытом запрещенных психоактивных веществ. Магазин принадлежал 35-летней Екатеринбурженке Елене, уроженке Тбилисси. За что было задержано с родинкой полиции? Не пояснили в момент задержания, сейчас за незаконное хранение. За незаконное хранение? Угу. В вашем автомобиле что было изъято? Был изъят мефедрон, ну как изъят, а был вольного удара, мефедрон. Мефедрон, как у вас там оказалось? Положила туда. Вы положили туда? Для чего? Для личного потребления. Вместе с Еленой в ее авто «Хонда Цивик» был задержан 27-летний житель поселка Лобва Александр, проживавший в Екатеринбурге в квартире своей подруги в районе Дворца спорта. Там, ну там я иногда... Как ты не уверенно говоришь? Иногда там, ну я там не проживаю, как бы там девушка у меня живет, вот иногда там у нее ночью. Понятно. За что был задержан сотрудниками полиции? За подозрения за наркотики. Что ты с ними делал? Что с ними я не делал? Раскладывал, продавал. Ничего я не делал. Ничего я не делал. То, что сегодня никакие наркотики не раскладывал, вчера, позавчера. Нет. Елену как давно знаешь? Больше месяца. Ты вместе с ней проживаешь? Я не проживаю. Иногда у нее ночую или ночую. Ну как бы да, все к этому близится. Несмотря на наличие в машине без малого 10 граммов мифедрона, Александр и Елена свою причастность к наркоторговле категорически отрицали. Но изобличающими их уликами стали записи и фотографии в телефонах обоих подозреваемых. Места наркозакладок, снимки свертков с товаром, обмотанных красной изолентой. Используя эти записи, полицейские нашли тайники с мифедроном. Любопытно, какими никами пользовались Александра и Елена в переписке с покупателями наркотиков. Уроженка Грузии представлялась не иначе, как Dark Side of the Moon, темная сторона Луны. Еще более оригинальный ник был у ее дружка. Уроженец Стаежного поселка, ранее уже судимый за сбыт наркотиков и, вероятно, отбывавший срок недалеко от места своего жительства Александр, в интернете называл себя «только не лес». И действительно, все закладки, сделанные этой парочкой, были найдены в центральной части Екатеринбурга, на улицах Воеводина, Посадской и в Дендрарии на 8 марта. А то, что у вас в телефонах места закладки, вы как это можете пояснить? Никак не могу пояснить. Ну, откуда они там зелись? Ну, пока никак не могу пояснить. Вы их раскладывали? Нет, я ничего не раскладывала. Вы ничего не раскладывали? А Александр, который вместе с вами был в задержке? Мне об этом тоже ничего не известно. У нас был вопрос о том, что добровольно вам машина дала на осмотр, да, добровольно, все? Марка машина? Хонда ЦВИ. Вы вместе с ней раскладывали наркотики? Нет. Или только она их раскладывала? Нет, я не раскладывала все наркотики. Только она их раскладывала? Я не знаю. Ну, ты не видел это, что она? Нет. Особое удивление полицейских вызвали и личные фотографии задержанных, размещенные ими на страницах в социальных сетях 6-7 лет назад. Вот так Александр выглядел в 2013 году во время службы в армии, еще до возвращения домой и знакомства с наркотиками. А так в 2012-м выглядела Елена, выпускница Уральской юридической академии, недолгое время проработавшая юрисконсультом в Рэмп Эльмаш, а затем ставшая помогать своему брату Георгию в его бизнесе, связанном с торговлей пиломатериалами. В интернете и по сей день можно найти множество негативных отзывов о фирмах, учрежденных братом и сестрой Шамазашвили, кинувших десятки своих покупателей. Несколько лет назад Георгий переехал в Сочи и занялся там ресторанным бизнесом, а Елена осталась в Екатеринбурге и занялась изготовлением и сбытом наркотиков. Впрочем, она до сих пор остается предпринимателем, владельцем ООО «Стройка», зарегистрированным прямо в ее квартире на улице Шейкмана. В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса России, покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. К обоим применена мера пресечения содержания под стражей. Претензии по поводу задержания есть? Били, унижали, что-нибудь подкидывали? Нет. Претензии по поводу задержания есть? Били, унижали, что-нибудь подкидывали? Нет, ничего.